виталий приветствую тебя наша первая встреча в новом году сценарий тот же если он хорошо работает почему бы не продолжать обсуждать совместно рынке анализировать с точки зрения технически фундаментально в общем говорим о самых важных событиях наша задача как и всегда друзья подсветить вам хорошие интересные возможности которые можно использовать с нескольких точек зрения поэтому именно больше информации не меньше информации мы конечно же не претендуем на то что нужно беспрекословно следовать этим рекомендациям фильтруйте данные тем более что много точек зрения подкрепляете возможно вашим видением фундаментального анализа вашим видением технического анализа оценивайте действия большинства меньшинства и так вот выходите на действительно стоящие торговые решения ну а со своей стороны мы конечно не будем вам подсказка виталий как у тебя в целом отношение к доллару изменилось вот с момента наш с тобой последней встречи то есть она была почти месяц назад может быть чуть меньше ты поскольку только начался да может быть сейчас очень трудно делать и строить какие-то долгосрочные взгляды прогнозы в целом как оцениваешь возможности 2024 года для доллара в свете опять же будущих изменений монетарной политики выборов президента в сша и кто знает там какой еще фонд вмешается во все что происходит на рынке так буквально пару слов и перейдем уже к детализированным торговым рекомендациям что думаешь про доллар и так всех приветствую ну последняя наша встреча была перед новым годом мы с тобой там вдвоем шартили индекс доллара покупали евро фунт покупали очень удачно в принципе но после нового года скажем я кардинально поменял свое мнение по доллару скажем по нескольким причинам первая причина это модельный анализ показывал что индекс доллара идет на коррекцию да то есть там была очень хорошая модель сформировалась я как раз вот как начался новый год я ребята написал и в принципе обзора говорил что начинается формироваться сигнал на разворот коррекцию по индексу доллара потом пошло подтверждение уже такое более надежное я тоже записал много вебинаров и в закрытом канале писал что покупаем индекс доллара там или индекс доллара или там шарким евро фунт нзд канадский доллар короче мы прошли по всем фронтам мажором кроме доллара иена то есть это первая причина модельный анализ показывал на смену тенденции коррекции да это первое ну и второй фундамент в принципе отслеживал я внимательно фундамент нонфарма у нас вышли выше ожиданий это добавило топку на рост доллара и второе прошла неделя инфляция в сша то есть она показала повышение плюс если смотреть базовую инфляцию она уже второй месяц подряд растет и если брать в сумме за последние четыре месяца у нас инфляция снижается но не сильно то есть у нас получается с 4 1 до 3 9 снижение за четыре месяца последний то есть это не так-то и много напомним целевой ориентир фрс 2 процента то есть это у нас два раза больше инфляция поэтому экономика хорошая в сша по сравнению с германией до еврозоны поэтому я пока смотрю вот так если загадывать на 2024 год я так не буду загадывать потому что кто-то посмотрит вебинар скажет вот виталий там или артем говорил там начале года там что будет так оно пошло по-другому потому что меняется то есть каждая там неделю-две-три месяц квартал я меняю свое мнение по рынку потому что но рынки не все время растут да как условно там они корректируются на неделю-две на на этих коррекциях можно заработать по возможности если получится не всегда конечно потому что рынок может и обманывать что идет на коррекцию она маленькая потом снова по тренду и поэтому я вижу что сейчас идет коррекция по индексу доллара возможно она продолжится и дальше после ее завершения она может быть длительной и на несколько недель и на месяц-два и потом укрепление доллара снова если оно подтвердится да то есть там уже по факту будем смотреть да ты отметил правильно что могут разные факторы вмешиваться и что-то фрс скажет и что-то какая-то геополитика и так далее то есть сейчас очень все сложно в мире питали пассивте за такую водную напутствие тире на 2024 год согласен новостной фон меняется каждый каждую неделю что говорить каждый месяц и поэтому наша задача именно через эти регулярные встречи держать руку на пульсе и мы разумеется друзья будем вам подсказывать как что делать ну что а пока давай посмотрим на то что есть на сегодняшний день на 16 января так начнем с индекса доллара для того чтобы не нарушать как бы их не выбиваться из-за нашей тенденции когда мы с тобой очень часто смотрим на перспективы инструментов с разных точек зрения и видим разные горизонты движения активы я все-таки полагаю то что ближайшие недели да и вообще в ближайшее время индекс доллара с большей вероятностью снова уйдет на развитие нисходящей динамики хотя признаю что какой-то потенциал для косрочного технического движения сейчас еще есть тем более что он в моменте наблюдается 102.7 текущих котировки для тех друзья из вас кто ищет точки входа для данного актива я бы рекомендовал сейчас его рынок не лезть опять же можете прислушаться к рекомендации виталия посмотреть за развитием событий в ближайшие часы торговые сессии для тех кто хочет опять же среднесрочно иметь представление о том что произойдет с этим активом я бы смотрел на уровень 102.30 и на то как доллар отреагирует именно на или рынок отреагирует на тестирование этим инструментом данного ценового значения но среднедолгосрочный взгляд у меня остается прежним я вспомнил полагать что фрес все же каждую неделю будет усиливать общее впечатление рынка относительно будущих действий по монетарной политики на своих брифингах я постоянно делал на этот акцент с отсылкой на инструменты этого чту для меня это покажет общий такой основной индикатор того когда фрс пойдет на снижение ключевой процентной ставки и я наверное как и большинство участников рынка судя по инструменту этого чту все еще сколь не полагать что в марте это супоносное решение может быть принято время очень быстро лететь вперед уже середина января по сути мартовское заседание не успеем оглянуться как тут же крадется и конечно же фрс будет решать что делать монетарной политикой окончательно менять и ломать этот устоявшийся вектор того что нужно удерживать жесткий подход для борьбы с цепляцией либо все-таки признать что усилия и без того уже были проделаны значительно и прогресс удалось достичь касательно индекса потребительских цен согласен то что основной показатель демонстрирует восходящую динамику но мне больше как бы я привык анализировать базовый на из потребительских цен которых в годовом выражении показывает нисходящую динамику и в данном случае прошлый месяц снижение с четырех до трех девяти процентов и промышленная инфляция тоже базовый индекс также оказался на новых многолетних минимумах 1,9 процента снижение с двух процентов поэтому в текущих условиях я думаю то что рост доллара он вряд ли будет продолжительным и с большим потенциалом я бы сейчас оценивал развитие именно нисходящей динамике поэтому если говорить о том как доллар повлияет на рисковые инструменты то в целом хочу предложить еще обратить внимание на пару фунт доллар 1,2660 текущей котировки здесь уже даже больше прицел на движение фунта не с точки зрения того как на фунт будет влиять доллар макроэкономическая статистика опять же завтра мы ждем данные по инфляции в англии пятницу будут данные по уроничной продажи на прошлой неделе во время выступления были парламенте он обозначил то что риски усиления инфляции сохраняются опять же в том числе из-за событий в красном море и в английской экономике проблем инфляции как мы помним остается одной из самых острых сегодня кстати вышли данные по рынку труда как и всегда думаю что самый важный индикатор это динамика роста зарплаты и снижение семи и двух до шести с половиной процентов но как отмечал сам были пока темпы рост зарплат держится выше шести процентов есть угроза того что инфляция будет либо оставаться на высоких уровнях либо даже претендовать на выход к новым локальным максимум я думаю то что в конечном счете жесткая политика британского регулятора будет такой красной нитью тянуться на протяжении всего 2024 года не к этой теме придется возвращаться вновь и вновь поэтому если банк англии все же после выхода данных по инфляции ироничных продаж пятницу даст нам сигнал что не намерен корректировать монетарную политику думаю то что фонд еще проявит себя в средней срочной перспективе и окажется все таки выше уровня 1 2850 поэтому текущий диапазон краткосрочный 126 126 50 я думаю что это хорошая точка входа на среднесрочные долгосрочные ванги которые как возможность можно воспользоваться и золото а 2047 80 текущей котировки геополитика она остается темы которую обсуждают может быть без прицела на финансовый рынке потому что казалось бы после событий последних самых актуальных из-за атаки на посольство сша геополитика будет вообще сейчас доминирует на рынке и паника приведет тому что трейдеры будут скупать все что имеет отношение ассоциируется защитными инструментами золота конечно же это не исключение странно кстати что золото почти никак не отреагировал на эти новости и так и продолжает консолидироваться в районе 2.50 за тульскую унису я считаю что золото все же сохраняет потенциал на роста и рекомендую смотреть на уровень 2060 зависимости от того как быстро мы его преодолеем именно нужно будет анализировать четырехчасовой таймфрейм и вообще тест этого уровня как поведет себя цена но думаю что если в ближайшие часы золото попробует увести к этому уровню мы пойдем еще выше со целями 2.80 там 2.100 и это как бы идея также основана еще на ожиданиях ослабления курса американского доллара и моих личных субъективных ожиданиях того что доходность американских трежери с 10 лет к основу идет ниже четырех процентов уже до конца этой недели поэтому вот на этих трех инструментах я пока остановлюсь ориентиры указаны плане новостного фонда тоже обозначил что стоит ожидать питали давай тогда слово тебе так чтобы я еще добавил принципе это говорил уже в своих предыдущих обзорах вот я еще помню декабре когда мы с тобой обсуждали инфляцию на двадцать четвертый год я говорил что так как фрс ожидают что инфляция будет снижаться она скорее всего будет повышаться то есть все должно быть наоборот по их прогнозам как всегда бывает еще вот отметил что на на прошлой неделе морган стэнли стэнли выступал банк аналитики его не говорили что база инфляция скорее всего еще первом полугодии будут расти она в принципе по чуть-чуть растет и фрс возможно по поводу ставок немножко оттянет свое снижение с марта возможно там на июнь плюс-минус конечно мы будем следить смотреть какая риторика фрс будет и так далее но с тех же с той же риторики фрс вот я отмечал на тоже на прошлой неделе выступала глава фрб далласа лори логан это достаточно такая сильный управляющий она получается ранее курировала операции на открытом рынке фрс в фрб нью-йорка то есть достаточно такой понимающий человек и на что отмечала что вот сколько они делают вливание на рынке и они могут дать эффект еще инфляции поэтому не факт что фрс может еще поднимать ставки то есть нужно конечно отслеживать дальнейшие данные которые будут выходить так ну давайте непосредственно к графикам перейдем и так ну давайте там индекс доллара так по индексу доллара в принципе на всю прошлую неделю я про там поза прошлую прошлую неделю из понедельника я говорил что покупать индекс доллара выше 101 60 вот здесь очень хорошая сформировалась модель на коррекцию по индексу доллара коррекцию я ожидаю мы принципе локальные цели практически выполнили в район 103 плюс-минус дальше я ожидаю в район 104 возможно 105 там до конца месяца там плюс-минус посмотрим дальше евро доллар картинка аналогичная ниже 110 я прошлую неделю позапрошлую советовал шортить у нас в принципе здесь аналогичная зеркальная модель шорт цели у нас по данному инструменту локальные мы почти еще сделали прошло недельные минимумы это в район 1 08 75 ожидаю сюда и дальше в район 107 плюс-минус посмотрим дойдет туда или нет есть уже некоторые инструменты которые очень хорошо пошли потому что я не только там работал с евро с индексом доллар фунт еще в самом начале первая сделка в этом году у меня была по по канадскому доллару я еще покупал канадский доллар 1 3260 вот здесь то есть прямо новый год у нас январе начался я там пропустил евро шорт и фунт шорта такой думаю так нет что-то нужно взять и канадский доллар взял и мы практически хорошенько растем поэтому евро шорт индекс доллара лонг фунт доллар здесь у меня ситуация такая пока мы ниже 1 28 я за шорты и здесь аналогично может получиться сильное снижение локальные 1 26 и дальше 1 25 1 24 то есть это на ближайшее время у нас фунт был самый сложный то есть я принимала решение его шортить здесь не самая лучшая была модель но здесь огромное накопление с этого накопления можем посыпаться хорошо вот я еще шортил где-то в районе там 127 50 плюс минус там небольшие стоп лоссы понятно кто сейчас будет шортить уже риски нужно побольше ставить да то есть объем позиции не такой большой можно взять это что касается валютного рынка дальше по золоту по золоту ситуация я здесь шортист аналогично то есть я параллель делал с индексом доллара еще на прошлой неделе но мешалась вот это немножко геополитика и золото сделал такую более глубокую коррекцию конечно не исключаю что если мы отметил правильно уровень 2060 я бы точнее взял 2065 какой у нас максимум здесь был хай ну да 62 65 вот эту зону максимум прошлой неделе вот если мы его пройдем тогда золото открыто потенциал наверх но я я все таки пока остаюсь хотя и очень не сильно уверен в том что будет снижение но сижу в шортах то есть вот с ребятами то есть мы еще с пятницы вот здесь в районе 2050 взяли шорт перезаходили и посмотрим то есть цели 2015 это минимальный дальше на сильный обвал потому что по какой причине вот перед новым годом мы еще с тобой покупали золото дальше так как все сейчас покупают золото его нужно как бы вот этот сантимент разгрузить и всех развести да то есть потому что все ждать там вверх вверх и возможно на этом скажем рынке сработает обратно хотя не сильно уверен золоте да вот допустим лично у меня сделки это по евро по фунту по франку то есть я делал по товар на сырьевом рынку так не сильно уверен поэтому золото мнение высказал дальше bitcoin двух словах здесь напомню я ранее был сильным быком по данному инструменту на ожиданиях вот этого и кефа по биткоину его уже приняли и как говорят покупая на ожидания продавая на фактах да то есть до этого были очень мощные модели конечно здесь была волатильность перед новым годом и после нового года и где-то в районе там 48 тысяч мы полностью зафиксировались потому что я увидел что когда приняли ETF рынок еще сделал один задерх наверх и потом снова сливают и не было такого там феорического роста там на 5-10 тысяч со старта и у меня такое ощущение что биткоин будут разворачивать возможно глобально да то есть я пока его еще не не шортил на так как у нас большой импульс прошел вот это снижение вниз и к этому импульсу я буду ждать огромную коррекцию то есть это может занять там на несколько недель после этого я буду уже принимать решение ходить шорт или нет текущих я пока не торгую ну и что касается других рынков так как я работаю на укрепление доллара я еще рискнул несколько инструментов взять в шорт в закрытом канале это фондовые индексы взяли dow jones на днях точнее вчера если не ошибаюсь на и даст немецкий еще на прошлой неделе брали шорт поэтому можно еще смп взять но здесь не самая лучшая модель рассчитывая там на двойную вершину возможно рынки немножко скорректируются то есть в таком ключе если смотреть у нас dow jones он уже немножко не сильно там да да то есть он чуть-чуть скорректируется вот вот мы вчера шартили то есть небольшое снижение посмотрим сможет ли он пройти вот эту поддержку которая у нас была в начале года если ее пройдем то будет хорошо сыпаться так сильный тренд обязательно с рисками потому что если мы пройдем вот эти максимум то можем там хорошенько наверх улететь но с этим индексом я очень осторожный даже тот же dax вот он тоже локально падает но посмотрим пройдет ли уровни поддержки вот так пока у меня вот такое мнение по рынку виталий спасибо тебе за рекомендации за то что пробежался так широко по рынку затронули тоже фондовую секцию ну что давай тогда следить встречи теперь основа будут в прежнем формате я имею ввиду без пропусков поэтому будет возможность каждую неделю давать апдейта если что-то будет меняться но и ты к тому же очень часто дополнительно еще ролики публикуешь на нашем канале и уточняешь если что-то меняется франк недели друзья всем большое спасибо за тогда вопросы которые вы оставляете в секции с комментариями мы ждем еще больше фидбэк с вашей стороны и готовы опять же при необходимости добавить какие-то инструменты канализу обсудить какую-то тему может быть такого более большого масштаба без привязки какому-то инструменту пример по оценке рыночных настроений и либо какой-то серьезный а инфоповод эта неделя виталий как ты знаешь не так уж и много отчетов значимых хотя уже самая интересная статистика это то что было на прошлой неделе но сейчас идет форум да ось поэтому могут быть какие-то интересные заявления от представителей монетарных властей там в общем держим руку на пульсе следим виталий еще раз тебе большое спасибо за анализ и хорошей тебе торговой недели до удачи